Привет! Сегодня мы с вами попытаемся разобраться, для чего можно использовать флексы, для чего можно использовать гриды, и вообще, есть ли какие-то правила, которые определяют, что для чего больше подходит. Кто-то может удивиться, какая разница, флексы, гриды, что подходит, то подходит. И, в общем-то, вы правы. Но я знаю людей, у которых есть определенная картина мира в голове, которая запрещает им использовать гриды для чего-то маленького, запрещает им использовать флексы для чего-то большого. У них есть определенные рельсы, которые они где-то раздобыли, и по ним едут, и тем самым ограничивают себя. Криды с самого начала придумали как систему, в которой вы делаете сетку, кидаете в нее блоки, и по определенной заранее понятной сетке эти блоки автоматически расставляются. Вы можете потом менять конкретный блок его положения, именовать линии, именовать область, и, в общем-то, всячески управлять расположением элементов в этой сетке, но сетка заранее определена. С флексами по-другому. Флексы — это такой контейнер с определенным набором свойств, которые мы заранее определили. Контейнер. И сколько вы вкинете туда элементов, так и будут себя эти элементы вести. Так будет вести себя этот контейнер, можно сказать. То есть, если там будет их много, если вы разрешили перенос, они пойдут на вторую строку. Но это, скорее, не вторая строка, это не как в гридах, понимаете? Если элементов мало, они определенным образом встанут. Если много, другим образом встанут. Если у одного одно соотношение, у другого другое соотношение. В общем, это все чуть более просто. Более гибко в каком-то смысле, потому что зависит от контента. Гриды, напротив, определяют все заранее, но имеют двухосевую структуру, то есть не только колонки, но и строки, и, в общем, определенные некоторые другие свои особенности. И в картине мира, где есть вот такие вот гриды, вот такие вот флексы, некоторые люди пытаются найти что-то, чего там нет. Некоторые люди пытаются ограничить себя в том, как можно использовать флексы, как можно использовать гриды. Ну, как эти люди думают? Гриды, они для чего-то глобального, прям страница, вот шапка, футер, контент, колонка. И все. А дальше? А дальше флексы. Исключительные флексы. Никаких гридов в глубине, ну, потому что это сетка, а это не сетка. То есть иконку какую-то взять, поставить внутри кнопки с помощью гридов нельзя ни в коем случае. Или можно? Давайте как раз проверим. Давайте попробуем сверстать несколько кнопочек, в которых есть иконка, текст и некоторые взаимоотношения. Иконки с текстом, некоторые особенности, и некоторая гибкость, некоторая модульность, я бы даже сказал, внутри, которые можно реализовать так или иначе. И мы с вами попробуем понять, каким способом это сделать удобнее всего. Спойлер, кажется, гридами гораздо удобнее. Что у нас здесь есть? Есть кнопка удалить, кнопка добавить и ссылка подумать. Почему бы нет? Давайте их всех немножко поверстаем. Каждый дадим класс button. Ну вот так принято в дизайне все называть кнопками, хотя они не только кнопки, но и ссылки. И потихонечку начнем описывать этот класс. Оставим их display-inline-блоками, чтобы они стояли рядом. Ничего особо не поменялось. Добавим background-color gray, например. Например, поменяем текст на белый. Да, поехало. Например, text-decoration. Нам не нужны ссылки. Зададим какой-нибудь font-size побольше, чтобы было видно. Вот. Потихонечку вырастают уже наши кнопки. Отменим border там, где это нужно. Border none. Напишем padding. 0.5 сверху-снизу. И 0.7 справа-слева. Видите, что шрифт у ссылки тот самый, который определен на странице. Шрифт journal-sense-new. А у кнопок свой. Это почему? Это потому что у кнопок есть заданные в браузере стили для шрифта. Это тоже можно сбросить, точнее отнаследовать от бадзи. Это довольно удобно. Идем сюда. Font family. Inherit. Во. У кнопочек стало все в порядке. Зададим border radius. Что-нибудь вроде 2 емов должно быть достаточно. И что-то, знаете, отступ сверху какой-то слишком большой. Давайте мы его компенсируем. По бокам оставим 0.7, а сверху 0.45. Да, так чуть-чуть получше. Ну и давайте компенсируем высоту строки, потому что что-то она высоковата. Line height 1. Вот. Теперь красивые кнопочки. И все было бы очень просто, но мы хотим в эти кнопочки добавить еще и иконки. Иконки я заранее подготовил. Крестик, плюсик, кружочек. Ну, в общем, простые иконочки, немножко напоминающие по жирности сам шрифт. Откроем иконки. У нас есть иконка circle. Ставим ее в подумать, например, перед текстом. Дальше иконка плюс, очевидно, добавить. И иконка cross хорошо подойдет для удаления. Ух, какие большие. Давайте уберем лишнее. Вот это нам для вставленных иконок не нужно. Мы это заменим, удалим. И расставим ширины по умолчанию. Ну, например, width 32, height 32. Гораздо лучше. Раскопируем это везде. Вот, уже лучше. Давайте внимательно посмотрим на наши иконки. Здесь path, собственно, который рисует эту форму. И у него здесь нет заливки. Но по умолчанию он черный, так что все в порядке. Давайте мы эту заливку зададим. Ну, наверное, зададим нам класс этим всем иконкам, ну, чтобы было правильно. По бэму все. Button icon. Раскопируем везде. И опишем. Для начала сделаем заливку. Возьмем ее current color, чтобы она наследовала цвет текста. Раз, все. Иконки у нас, в принципе, красивые и готовые. В принципе, все пока просто. У нас кнопка внутри текст. И рядом элемент, который ведет себя как текст тоже. То есть иконка SVG, она такая, знаете, инлайновая. Она прекрасно встает рядом с текстом. И на самом деле они даже неплохо выровнены. Но у нас иконки другие немножко размеры, нам нужны немножко другие отступы. Так что давайте попробуем все это как-нибудь выровнять. Хотя, знаете, давайте сначала покрасим эти кнопки, потому что они у нас красочные. Они чуть более интересные. Чтобы их раскрасить, нужно взять, задать им какие-нибудь классы, например, ну и раскрасим их в стилях. Ну вот, уже гораздо симпатичнее. Так вот, размеры этих кнопок у нас немножечко другие должны быть. Точнее, иконок. Давайте пропишем размеры в стилях. Ширина 0,8 ема. Тоже 0,8 ема. Вот. Иконочки теперь гораздо-гораздо больше и симпатичнее. Но только они поехали. И вот теперь начинается. Нам нужно эти иконки как-то выровнять. Более того, на самом деле, расстояние между иконкой и текстом немножко не то, что нам нужно. У нас другое расстояние. То есть нам нужно ситуацию с этим инлайном, где расстояние между иконкой и текстом определяется размером шрифта. То есть какой ширины пробел, такое и расстояние между ними. Ситуация начинает выходить из-под контроля. А как все было хорошо, когда в самом начале у нас текст и иконка прекрасно встали рядом. Давайте что-нибудь придумывать. Например, и я думаю, вы уже ожидали этого момента, можно взять и написать display grid нашей кнопки. И попробовать использовать все, что умеют гриды прямо внутри. Давайте так и сделаем. Напишем display grid. Ой-ой-ой, как все плохо. Но не бойтесь, сейчас все поправится. Как я и говорил, у гридов по умолчанию все идет сверху вниз, в блочной оси, не в строчной оси. Но это направление можно поменять. Сейчас мы это и сделаем. Grid. After flow column. Раз. Во, уже неплохо. Но, правда, у нас ссылочку раскрутило на всю ширину. Что такое грид? Это display grid внутри и display block снаружи. Есть спецификация, которая позволяет писать сразу два значения свойства display. Но мы этого касаться сегодня не будем. Я ссылку дам. А вообще, получается, что у нас ссылка стала блочной, ее растягивает. А с кнопками такого не случилось. На самом деле, есть значение inline grid. То же самое, примерно, что inline block. Мы его здесь и используем. Напишем inline grid. И смотрите, все красиво. Но красоты-то нам особо не добавило. У нас по-прежнему между иконкой и текстом отступы не очень красивые. Какой-то худолить и плюс добавить, и оподумать. Ну, не очень хорошо, да? Ну как? Мне на самом деле нравится, что отступов между ними нет. Это уже не текст. Это уже два элемента гряда, которые друг за другом выстраиваются. На этот раз по колонкам, а не по рядам. И теперь мы можем точно указать, какой отступ нам нужен. Ну что, какой-нибудь margin-right сделаем иконки? Нет. Давайте сделаем gap. Напишем. Column gap 0.4ем, например. Раз. Стало гораздо лучше. Ну и финальный штрих. Align items center. Классно, да? Ну и чего мы добились? Ну, выровняли по вертикали. Можно было как-то иначе сделать. Ну, сделали отступ с помощью gap. Можно было margin использовать. Какая разница? Зачем здесь grid? Grid, чтобы сетки страницы делать. Да ведь? Смотрите. Box alignment, тот самый align items, который мы использовали, это безумно удобно. И gap тоже безумно удобно. Давайте сейчас посмотрим, что он нам дает. Кроме того, что в гридовом контексте мы получили полный контроль над расстоянием между иконкой и текстом, нам gap еще кое-что полезное помог сделать. Смотрите. Если у меня в моей кнопке нет иконки, я ее комментирую здесь, комментирую здесь, прекрасно исчезает отступ. Отступ появляется только тогда, когда он нужен. То есть, когда больше одного элемента. Вы можете сказать, но я добавлю margin right иконки, когда иконки нет и маржина нет. Шах и мат, скептики, да? А если у нас иконка остается, а текст уходит, что мы будем делать? Давайте посмотрим. Возвращаем иконки, комментируем текст, сохраняем. Прекрасные три кнопочки с иконками, без текста, без лишних margin right и так далее. Grid потрясающая штука. Именно вот этим своим gap, именно вот этим своим box alignment. Но это не grid придумал. Ну, точнее, это не только в гридах работает. Это еще и во flex'ах работает. И получается, что если у вас браузерная совместимость на вашем проекте, которая не позволяет использовать гриды, вы можете использовать flex и получать все то же самое. Да, есть gap'ы во flex'ах. Давайте посмотрим. Вернем наш текст и напишем здесь display inline flex. Что, и так можно было? Да. Видите, ничего не поменялось. Ну как? Вот эта штука уже больше не нужна, потому что во flex'ах и так все в строку идет. Column gap работает. Если вы не слышали, что внутри flex'ов тоже можно использовать gap'ы, я вас понимаю, они появились совсем недавно. Точнее, в Firefox'е, где мы сейчас это все смотрим, они появились достаточно давно, а в Chrome'е они появились где-то этим летом, 2020 года. Но не доверяйте мне, проверяйте. Давайте сейчас проверим, в Chrome'е работает ли это. Идем в Chrome. Да, все прекрасно работает. У нас flex с gap'ами, и все прекрасно получилось. Но в этом месте мне придется вас немножечко расстроить. Сейчас мы с вами пойдем в браузер Safari и поймем одну печальную новость. К сожалению, в браузере Safari не работают gap'ы между flex'ами пока что, но уже работают в браузере Safari Technology Preview. Technology Preview — это такая канарейка, такая бета Safari, в которой накапливаются все изменения, которые потом появятся в этом браузере в следующем релизе. К сожалению, в ноябре 2020 года 14-я версия Safari все еще не поддерживает gap'ы для flex'ов. Но мы можем вернуться к гридам. С гридами-то gap'ы точно работают? Они, в общем-то, вышли вместе, они появились, и только потом раскатались еще дополнительно на flex'ы. Ну, давайте попробуем. Возвращаемся в редактор, откатываем наши изменения, делаем inline-grid, возвращаемся в Safari, и в Safari Technology Preview все по-прежнему в порядке, как было и с flex'ами, так и с гридами в порядке. А тут беда. Со ссылкой все в порядке, а с кнопками какая-то ерунда. Дело в том, что кнопки, они особенные. В некоторых браузерах, особенно старых браузерах, нельзя менять значение свойства дисплей для кнопок. То есть в нашей ситуации происходит что? Мы написали тег button и попытались поменять его дисплей на flex или на grid. Grid не сработал, а flex сработал. Очень странная ситуация. Нам нужны гэпы, которые есть в гридах, или flex'ы, где нет гэпов. И получается, что в Safari этот способ, к сожалению, не работает на тегах button. На ссылках работает. Более того, если вы сделаете обертку и ей зададите то самое поведение, все тоже прекрасно сработает. То есть, чтобы использовать это прямо сегодня с помощью гридов и гэпов в Safari, вам придется добавить к этой кнопке обертку внутри. В самом начале обещал, что можно взять гриды и использовать их внутри кнопки, и будет страшно удобно и хорошо. А потом показал Safari и говорит, ничего не работает. Каюсь. Стоило сказать вам об этом в самом начале. Ну, как бы я вас завлек, чтобы вы на это посмотрели? Как бы я вас убедил, что гриды можно использовать внутри? Следующая версия Safari, в которой выйдут все эти обновления Technology Preview, скорее всего, будет 14.1, которая выйдет где-нибудь зимой 2021 года. Ну, по крайней мере, по ощущениям или по опыту выходит примерно так. И вы будете абсолютно правы, если скажете, ну, смотри, ты нам показал, как гэпы классно работают, а гриды там нам и не нужно использовать в этом месте. Да, вы правы, из-за того, что мы используем гриды, которые по умолчанию блочно выстраиваются, нам еще нужно их переворачивать строчно, только потом гэпы использовать. Но я говорил не об этом. Я говорил об очень важной мысли. В CSS нет семантики свойств. В CSS вы можете использовать гриды там, где вам нужно, флексы там, где вам нужно. Вы можете взять и у параграфов сделать прозрачную рамку снизу вместо марджина, чтобы они не схлопывались, если вам так хочется. Вы можете делать все, что хотите. А вот в HTML семантика есть. И там лучше делать то, что лучше сработает для пользователя. А если для пользователя сработает бордер вместо марджина и грид вместо флекса, почему бы и нет? И чаще всего действительно разницы никакой нет. Поэтому будьте смелее, будьте свободнее. Не ограничивайте себя чьими-то идеями или вашими собственными ошибками, что гриды для всей страницы, а флексы для маленьких кнопочек. Это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первыми увидят патроны. Поэтому если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшое количество денег поддержит меня, этот проект, и сделает нас чуть-чуть ближе. Если у вас и так все в порядке, ну, просто лайки, подписки и все, что вы можете сделать, чтобы рассказать кому-то еще об этом канале. И давайте обсудим все, что вы увидели сегодня. Как вам гриды, флексы, что лучше, что хуже, где их адекватно использовать, какой у вас собственный опыт кросс-браузерности использования вот этих вот спецификаций. А так увидимся в следующем видео. Пока.